В прямом интернете в эфире зеркало, новые пермские граждане, известные пермики ставят главные вопросы о смысле жизни. Татьяна Черепанова, добрый день. Добрый день. 14 вопросов сегодня вы готовы поднять, пожалуйста. 14? Я думала в 12 написано. Хорошо, сейчас посмотрю. Это 11. Не слишком ли часто ты суетишься, спрашиваете вы себя, не слишком ли редко ты задумываешься о жизни и о себе? Да. Очень много происходит всего, и ты думаешь, что надо тебе всюду быть, везде успеть. И ты расставляя приоритеты, иногда хочешь быть больше там, где ты, ну, не хватает иногда твоих сил, бывать там везде и поучаствовать в том том, в чем ты хочешь. Поэтому в последнее время, ну, я думаю, что не я одна такая умная, от очень много приходится отказываться и очень многое приходится отбрасывать в жизни, выделяя главное. И я очень люблю дорогу, потому что дорога помогает подумать, осмыслить то, что уже произошло, и как-то успокоиться. Дорога меня всегда успокаивает. О жизни и о себе. Вот в этой формуле двойной, где вы находитесь? Жизнь – это то, где вас нет, или жизнь – это где вы в центре? Ещё раз. Ну, вот многие философы говорят, что, там, две точки зрения, да, или вся жизнь – это во мне, потому что я это ощущаю, да, или есть жизнь без меня, а я наблюдаю и участвую? Без меня, безусловно, без меня, безусловно, есть жизнь. Наверное, всё-таки, может быть, и то, и другое, но скорее, и второе больше. То есть я думаю, что и без меня много чего происходит. Хотя то, что я сама оцениваю, ощущаю и чувствую, тоже очень важно. Наверное, так. Вот вы сейчас ощущаете, что профессия журналиста, она вообще очень изменилась, да? Ну, безусловно. Общественное внимание к этой профессии, оно стало другим, очень часто очень циничным. Ну, что тут я могу сказать? Я хочу сказать, что есть примеры, которые всё-таки заставляют профессии не разочароваться. Например, я вчера слушала на их «Москве» интервью с Димой Муратовым, это главный редактор «Новой газеты», и с ней встречалась в прошлом году на Пелораме. И, как мы говорили о том, что журналисты разочарованы в профессии, и многие уходят из профессии, но и случай с НТВ, да, которая история, которая сейчас ещё, наверное, не закончилась. И всё же, всё же, мне сейчас кажется, что надежда есть, и не потому, что вот протестное движение последние месяцы возникло, а потому, что я вот и на форуме встретила своих студентов, и вижу многих студентов, журналисты идут в журналистику для того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Огромное количество ребят идёт, и, наверное, справедливо хотят зарабатывать, пиариться, там, в рекламе участвовать, но есть небольшая группа, которые хотят послужить обществу, изменить жизнь к лучшему. Поэтому за последнее время моя точка зрения стала, ну, не такой пессимистичной, как, скажем, была два или три года назад, когда мне казалось, что вообще надо валить, вот, и ничего ты уже не сделаешь. Сейчас я думаю немного по-другому, я думаю, что сделать что-то можно, и есть люди, и вот я говорю, практика эхо Москвы, практика, а новые газеты «Практика дождя» показывают, что возможно что-то изменить. Видите, вот это очень характерное замечание, что вы не приводите примеры работы местных журналистов Пермского края, которые вас восхищают и возвращают вашу веру в профессию. Нет, почему? Я могу сказать, назвать имя Валеры Мазанова, например. Мне кажется, что Валерий Мазанов достойно представляет профессию. Некоторые публикации газеты «Звезда» тоже вижу, что есть такие люди. И у меня, в общем-то, какая-то надежда на молодое поколение, на самом деле. Вот сейчас, когда декабрьские протесты, они ушли уже в прошлое, да, наступила весна, готовятся первомайские шествия, но все-таки общее ощущение всей интернет-аудитории в том, что первая волна схлынула, и теперь мы будем ждать второй волны, может быть, очень долго. Хотя любой цунами – это непредсказуемое явление, да? Мне тоже так кажется, что достаточно долго придется ждать новой волны, хотя наши уважаемые власти сделали все, чтобы народ как можно меньше пошел на митинги. Эти вот эти все дни бесконечные, отдыха. Ну, я думаю, что люди, есть люди, которым не важно, праздник не праздник, и они все равно пойдут туда, куда они хотят пойти. И есть другая масса, у которой все равно. Так я думаю. Хотя мне кажется, что в ближайшее время какой-то вот такой волны, которая была несколько месяцев назад, надо будет еще подождать. Вот вы упомянули, что власти не просто успокоились, мне кажется, они пошли в наступление. Давайте проанализируем последние медиа-события, которые они создали с нуля. Во-первых, скандал со всей православной церковью. Во-вторых, этот закон о пропаганде гомосексуализма. В любом учебнике пропаганды написано, что нужно создать такое событие, где одна группа общества натравляется на другую, чтобы отвлечь внимание от самих узоров. Это не только сейчас, это всегда. И то, что сейчас происходит и с РПЦ, то, что происходит с постер-райт, то, что происходит с этим законом. В общем, в другой раз подумаешь, что это какой-то сумасшедший дом. И что о чем вообще речь? О чем на самом деле идет речь, когда какие-то есть нормальные, обычные, жизненные требования? И когда придумывается какая-то жуть, какие-то страхи, какое-то нагнетание? Ну, мне кажется, это старый прием достаточно, он не новый. Просто сейчас этих событий стало много. Вот Андрей Рывкин пишет, Кремль перехватил инициативу и сам навязывает сражение оппозиции. Властям гораздо выгоднее держать общество в бесконечной дискуссии. О клерикализации общества, государства и общественной морали ценой трех девочек в московском СИЗО. Это я читала, я с этим полностью согласна. Мне не нравится то, что девочки сделали, но мне не нравится то, что их держат неадекватно, неадекватно тому проступку, которую они совершили. Вторая часть предложения, Андрея. Чем выкатывать полевые штабы у Большого театра и гадать, пойдут ли оппозиционеры на Кремль? Если да, то сколько их там будет, что с ними делать? Они пойдут на Кремль? Оппозиционеры? Ну, я думаю, что нет. Какова роль журналистов сейчас в этом процессе, если принимают участие? Мне кажется, что опять роль журналистов всегда была большой, немалой, так скажем. То, что как ни говори, как ни крути, все равно журналисты мнение формируют общественное. Особенно телевизионщики, что печально. История СНТВ, наверное, об этом свидетельствует. Особенно история ближайших дней. Ближайших дней. Ну, это последняя история, когда несколько журналистов СНТВ хотят уволиться. И я думаю, что многое из того оппозиционного протестного движения, которое возникло благодаря журналистам, я считаю, что сейчас в каком-то смысле вот это определение, что пресса, журналистика и эта четвертая власть начинают возвращаться, вот если говорить об этом. Я не говорю там скажем. Как там Ленин писал? Пропагандист и ассоорганизатор. Агитатор, пропагандист, агитатор, да. Ну, получается, что и здесь тоже эта формула верна, да? Да, думаю, что да. А может быть и поэтому Кремль очень пристально смотрит на это все, да? И малейшие вот эти сорняки выкорчевывают на федеральных каналах. И, ну, более того, я хочу сказать, что Кремль все равно вынужден прислушиваться к тому, что говорят журналисты. И вот несколько разговоров на последнем имперском форуме я слышала, и высказываний тех умных людей, которые туда приехали, и которых с интересом всегда ходишь послушать, власть вынуждена прислушиваться к тому, что говорят журналисты, к тому, что говорят экономисты, такие как Сергей Алексашенко, например, который, мне кажется, наиболее адекватен. Я тоже с уважением отношусь к людям, особенно секции СМИ, там, да, Светлана Сорокина. Да, вот это была прекрасная секция Ирина Евгеньевна Ясина, руководитель клуба региональной журналистики, которая... Как вы думаете, они понимают, что вот этот Пермский форум, в принципе, это потемкинские деревни стоимостью 80 миллионов рублей? Я думаю, что они... Это слишком большая цена даже для того, чтобы таких хороших людей пригласить и послушать? Я думаю, что они это понимают, но, значит, во-первых, это все равно трибуна какая-то. Вот Ирина Евгеньевна, Ирина Ясина, я была у нее в семинаре несколько раз, и немножко представляю ее позицию. Она всегда пользуется возможностью сказать то, что надо сказать, что она хочет. Но Светлана Сорокина с ее искренностью и с ее обаянием, мне кажется, что это возможность для того, чтобы как-то продвинуть свои идеи, еще вот воспользуясь такой трибуной. Так я полагаю. Василий Гатов там еще был, тоже очень любопытный специалист. Вообще было много интересных людей, и очень много было пермских интересных людей. Скажем, Светлана Маковецкая, которую всегда с большим интересом слушаешь, Игоря Веркиев. Там выступали в основном москвичи, или пермщики тоже брали слово? А там было, нет, там был достаточно свободный микрофон. Но сперва модератор предоставлял слово основным докладчикам, но вот я была на секции кластеров, инновационные кластеры, и была на секции по предпринимательству, и была на секции по социальной политике. Вот на трех секциях я от начала до конца просидела. Там достаточно был свободный режим разговора. Пожалуйста, выступай, говори, что хочешь. Правда, хочу заметить, что на секции социальной политики, там Бершацкий был модератором, это альфа-страхование. И мы сидели рядом с Павлом Миковым, Павлом Владимировичем Миковым, это уполномоченный по правам ребенка, и мы прочитали ту выкладку, которую нам дали, то, что предлагает открытое правительство. Там такой императив советских времен, например, улучшить дисциплину в школах. Вот такое предложение от открытого правительства. Или там сделать, чтобы было меньше хулиганов на улице. Ну, так условно говорю. То есть у меня такое ощущение, что в это открытое правительство, ну, по этой секции только говорю, спихали кучу всяких экспертов, кому не лень туда пришли. И все, что было, вот накидали, 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 и никакого отбора пока не было. Павел Владимирович Миков, с которым мы сидели рядом, мы все это комментировали достаточно совместно. Он, например, одно из предложений открытого правительства переименовать в полновоченного по правам человека, в полновоченном по правам семьи и детства. То есть расширяется и размывается сфера ответственности, от конкретики идет к общему, а кому это надо. Поэтому у меня открытое правительство, несмотря на то, что все говорили, что как это будет хорошо, я с достаточной долей скепсиса к этому отношусь. Где, когда был на последнем, в последний день, там было пленарное заседание, мы смотрели на видео, как ранее большой, там подчинок сражался с Бессоновым, с нашим, и был полностью на секции образования. Ну и вот я не ходила на эти секции. И увидел такую очень огромную модель сейчас современного российского государства в действии. А именно, многие пишут, наши публицисты, о том, что это сплошная имитация. Все органы власти это имитация, все новые инициативы это имитация. И вот то, что предлагали выступающие на этом форуме в сфере образования, это тоже сплошная имитация. Ничего этого не будет и не было. Ну там что-то было какое-то дистанционное управление, я помню, там, я вот в это не углублялась. Вот на той секции, в которой я была по инновационным кластерам, там было очень много конкретно и интересного. Там сидели молодые ребята, айтишники. И я видела, что действительно есть возможность объединившись. То есть сфера IT это та сфера, где имитациями не обойдешься. Безусловно. А вот в общественном телевидении, да, это, конечно... Ну, я, и когда Светлана Сорокина задала вопрос в общественном телевидении, ну, начать хотя бы с того, что кто заказывает, платит деньги, тот заказывает музыку, поэтому... Ну, а потом, ну вот для меня общественное личное телевидение, это вы. Спасибо вам на добром условии. Для меня это дождь, например. А они сейчас вот эту концепцию продумывают. Вы имеете в виду на местном уровне? Нет. А, на... Да, вот эта модель, да, которая предлагает Медведев, которая будет руководить Путин, по сути дела. Ну, это просто профанация, я повторю то, что я сказала на этой секции, медиа. Я считаю, что это полная профанация. Потому что когда государство начинает диктовать свою власть и говорить, чего оно хочет, оно рано или поздно это будет делать. Потому что можно заявлять, что никто вмешиваться не будет, просто дает деньги, но так не бывает. Наша вся... весь опыт, вся практика говорит об обратном. Поэтому, понятно, я в это не верю. И никогда не поверю. Точно даже так же, как и на местном уровне. Посмотрите, сначала мы не верим, а потом они верят в свою имитацию, и мы начинаем говорить, вспомните про общественную палату. Ну, как же нужно войти, там, из Сорокина и Ясина долго лет мучились, потом вышли. Ну, не так уж долго не мучились, они год или два мучились. Хотя, с другой стороны, я думаю, что... Так, кто там? Кто-то был из общественной палаты. В принципе, ну, я не считаю, что это такая стопроцентная имитация. Вот Эмма Памфилова, по-моему, говорила, или она тоже вышла уже из общественной палаты. Мне кажется, что, наверное, в какой-то период что-то можно сделать. Например, Михаила Александровича Федотова, нашего создателя закона о средствах массовой информации, говорит о том, что, ну, наверное, можно что-то делать, хотя он же и продвигает это общественное телевидение. Нет, мы не сомневаемся, что это заработает и будет некой такой площадкой, да, где посвободнее, да? Да что посвободнее? У нас есть дождь. Дождь есть. Ну, я этот формат смотрю, мне кажется, что это отчасти есть тот формат, который, ну, мне интересен, во всяком случае. Ну, была шутка такая очень, она больше без как правды, что у нас есть, естественно, ТВ всемирное, это Ютьюб. Да, или Ютьюб. Да, да. Поэтому... Или интернет, просто весь, знаете, в чём... Речь идёт об государстве, которое новый институт учреждает, да? Насколько его... Новый старый, какой он новый? Ну, какой он новый? У нас не было в России этого института. Ну, какой он новый? Сейчас на телевидении. Нет, вначале-то чего-то было ведь, у нас же ОРТ было, сперва, перед первым каналом, может быть... Два года. Два года, 91-93. Так как раз Сорокина и блистала. Но Сорокина блистала, и она имела смелость каждое своё высказывание закончить какой-то своей мыслью. То есть, когда есть позиция, но Сорокина, она никуда и не пропала. Смотрите, вот я вот подумал, что, может быть, она и была бы идеальной родиной матерью, да, вот на этом общественном телевидении. Я вот не знаю, видите, там разные функции генерального директора и главного редактора. Если она главный редактор, это да. А генеральный директор, это немножечко вот... Они должны быть вместе, да. Потому что мы знаем, что она болеет за социалку. Да, 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 да. И сама является примером. То, что Светлана Сорокина не востребована настолько, сколько она может. То, что я прочитала её книжку, мне не всё равно про благотворительность, прекрасная книжка. Она так что-то на Реоновости подрабатывает и на Эхо Москвы, но у неё её потенциал гораздо выше. Может быть, да. Если мы заговорили о ролевых моделях в профессии, о ком вы рассказываете вашим студентам? А вот как раз я рассказываю... То есть они писали у меня, я читаю, курс социальной журналистики. Курс универа. В государственном университете, четвёртый курс. И мои ребята писали... У них такая форма зачётная работы. Они писали, во-первых, о наших студентах, о наших журналистах-социальщиках. Это Любовь Юрьевна Соколова и Наталья Семёнова. Она сейчас главный редактор «Медик Урала». Было задание написать про Славу Дегтярникова с Рефея, но Слава был настолько занят, что не мог встретиться с моей студенткой. А вот из журналистов федеральных они писали рефераты по Светлане Сорокиной, по Валерию Панюшкину. Светлана Сорокина, Валерий Панюшкин. Да, ещё кто-то забыл. То есть мы брали журналистов первого ряда, которые ведут социальные проблемы. И таких... Да, Борис Жуков ещё. Это ежедневный журнал. Из «Новой газеты» кто-то там? Из «Зои Ярошок». А, из «Новой газеты» они писали о Галине Мурсалиевой. Галина Мурсалиева, она ведёт тоже социальную тему в «Новой газете». Она не так может быть известна, как Зоя Ярошок или как Ирина Петровская. Но достаточно у неё интересных материалов. И мы с ней познакомились на семинаре в прошлом году. Поэтому... Вот вчера был Вячеслав Дегтярников, или позавчера. Да. И разговоры зашло как раз в общественном телевидении, в том числе у нас в «Передовском крае». Это инициативы некие, да? Я считаю, идут в правильном направлении. Для передачи, да? Ну, конечно, пусть будет. Он считает, что может быть там слишком много диктатуры, на его взгляд. Но не про это речь. А вообще, возможно ли модель какая-то определенная, на ваш взгляд? Как она может работать здесь? Общественное телевидение? Да. Да, я думаю, что модель... И только я думаю, что надо, чтобы не вмешивалась туда власть. Даже пусть она деньги дает. Вот я не против того. У нас последний пленум по журналистской организации. И выступала Уля Лоскутова, наш председатель журналистской организации. И шла речь о государственной поддержке городских и районных СМИ. Правильно, без денег власти не деваться. Но у вас сама нуждается в СМИ. Никуда тут тоже не деваться. Поэтому я думаю, что надо, чтобы первую скрипку играло общество, а не государство. Только у меня в этом сильное сомнение. А если собирать денежки на это телевидение, мне кажется, что народ мог бы на это пойти. Вот у меня есть такая робкая надежда. Ну, та же Ульга Лоскутова написала здравую статью «Вам компаньон» о том, что нужно выделять деньги на конкретные проекты. Да, ведь власть тоже заинтересована в СМИ, не меньше, чем в СМИ заинтересованы власти. Знаете, там отдельный совершенно разговор о городских и районных газетах, которые им вообще не продохнуть. Если у них учредители, сейчас они, правда, переходят на другую форму собственности, но если у них в учредителях есть власть, то куда им деваться? И я знаю некоторых редакций, они будем показывать пальцами, которые хотели бы вернуться под учредительство муниципалитетов. Это при всех разговорах о независимости прессы. В общем, разговор-то очень сложный. Вот я слышала по эху вчера, была дискуссия о том, одни осуждают журналистов, которые, значит, не уходят вместе с теми, кого, ну, якобы увольняют, пока неизвестно, увольняют их или нет, СНТВ. Вот я считаю, что осуждать никого, никому не надо, потому что это каждый выбирает сам для себя. И мотивы, которые могут быть, они могут быть самые разные. Так мне кажется. Ну что, мы самые острые, может быть, вопросы, которые сейчас плавают в интернете, попытались обсудить, а теперь перейдем, может быть, к тем вопросам, которые вы сами себе задаете. Там тоже много интересного, да, про ваши мироощущения. Вытащите. Пожалуйста, да. Хорошо, смотрим, что там. Вылезет. Четвертый. Тем ли ты занимаешься, спрашивает себя, Татьяна Черепанова? Да. Может, тебе что-то другое было предназначено? Скорее всего, это первый вопрос для ваших студентов. Да. И для студентов тоже. Но просто я, когда я начинаю разговаривать со студентами, я говорю, что вот когда я попадаю в какую-нибудь командировку, в какое-то новое место, скажем, там, древнюю какую-нибудь приезжаешь, или в небольшой город, или наоборот, большой город, всегда думаешь, а вот если бы ты здесь жила, тебе было бы чем заняться? Ты думаешь, ну да, наверное, я могла бы в библиотеке работать. Или я могла бы учительницей быть в школе. Но сейчас я себе отвечаю на вопрос, что мне повезло, я занималась уже тем, что я люблю и что мне нравится. Потому что я еще со школы хотела, хотела именно работать в газете, хотела писать. Ну, хотя я не считаю, что это совершенно разные профессии писатель и журналист, хотя многие наши журналисты потом начинают писать. Ну, это ко мне не относится. У меня таких талантов нет, и я как бы не стремилась никогда к этому, считая, что это абсолютно разные работы. И я хочу сказать, что да, я занимаюсь тем, что я люблю, тем, что мне нравится. Вот несмотря на все «но», которые сейчас есть, это мое любимое дело. Так же сейчас, как и работа со студентами, которым я могу рассказать то, что я поняла уже за много лет. Недавно было исследование Урал-Инсо, да, по влиятельности СМИ. На каком месте ваша газета, там, где вы сейчас работаете? Вы имеете в виду деловой интерес? Его еще там нет. Его нету, потому что мы еще... Да, деловое прикамье есть. Деловое прикамье уже нету, его нет уже делового прикамье. Там только остался формат... Что исследовало это Урал-Инсо тогда? Ну, видите, любое исследование достаточно... Я к любым исследованиям такого рода отношусь достаточно скептично. Скажем, вот газета «Пятница», да, информационная газета, 150 тысяч тираж. Ну, наверное, есть там что почитать, я с уважением отношусь к Юле Батальиной. Но сказать, что она затрагивает какие-то проблемы, которые волнуют меня как личность, ну, на бытовом уровне, да, там, воду отключили, еще что-то. Да, возможно, бесплатно на своей газете. Она на первом месте. Деловой интерес тоже у нас бесплатный. У нас есть хороший инвестор. Целевая аудитория. Да, целевая аудитория. И мы пока... По сути, адресная рассылка. Это адресная рассылка. По бюллетене. И год еще. Ну, бюллетень – это что-то такое сухое и сжатое такое. Но все-таки там работают очень хорошие журналисты. И я думаю, что это, конечно, продолжение, наверное, на каком-то ином уровне делового прикамья, которое сейчас ушло в интернет, и там только один Александр Леонидович Петухов остался, как обзор. Обзоры делает этого издания. Ну, так сложилось, хотя мне очень жутко. Как вы себя позиционируете теперь? Есть у нас другие деловые газеты? Ну, мы пока... С репутацией. Да, очень хорошая газета «Новый компаньон», которую я всегда читаю с интересом. Мне там не только экономика интересна. Политика, культура и... А, по-моему, культурный блок вообще исторически самый сильный всегда был. Да, да. Ну, Юля Баталина. Да, да. Ну, мне больше всего в этой газете интересна Татьяна Власенко. Это экономический обозреватель. А Тихоновец там тоже, по-моему, печаталась? А Тихоновец я не видела. Ну, Тихоновец, я считаю, что она сейчас уже перешагнула уровень региональный. Она сейчас больше работает. Ну, она сама говорила... Сейчас золотые маски судит. Да, судит золотые маски. На самом деле, очень хороший, очень хороший специалист. Кстати, сейчас мне звонила Нина Евгеньевна Васильева из университета. К 100-летию филфака университета готовится 10 книг. Там будет книжка про лучших театральных критиков, книжка про издателей, книжка про журналистов. В общем, много всего будет. Я в газете «Деловой интерес» выступаю как советник. Как советник. Потому что мне эта команда, которая меня туда позвала, мне она нравится, мне она симпатична. И я хочу, чтобы этот проект был успешным. Мы пока еще нарабатываем какие-то основные идеи, которые могут воплощаться в жизнь. Но понятно, что это издание, ну, как Вы сказали, нацеленное на целевую аудиторию. Это руководители предприятия, это предприниматели и, может быть, какая-то активная часть общества, которое хотело бы стать предпринимателем. Я бы тоже хотела бы стать предпринимателем. А в чем Вы определили Ваше уникальное торговое предложение, чтобы себя позиционировать отдельно от уже таких влиятельных деловых газет? Ну, во-первых, в «Новом компаньоне», мне кажется, маловато экономики. То есть мне интереснее всего в этой газете читать. Читать, в первую очередь, политику. Вот, скажем, Евгений Савович, Сапира, то, что пишет, он сейчас много очень пишет. Я думаю... А он из газеты хорошо пишет. Он из газеты хорошо пишет. Мы читаем, да. Чтобы это... Ну, сейчас не знаю, как это будет получаться. Мы хотели, чтобы было как можно больше людей, чтобы это было высказывание каких-то экспертов, специалистов, чтобы на одну тему было как можно больше. Вот. Потом мы бы хотели... Ну, понятно, что спокойный, взвешенный разговор, без каких-то выкриков, как это делает Алексей Борисович Бессонов, которым я отношусь, тем не менее, с большим уважением. Потому что я считаю, что в любом обществе нужен такой... Я тоже, он задавал здравый вопрос на форуме, там, правда, кричал, а люди пугаются. Да, у него проблема психологическая, как он начинает об кричать, его перестает воспринимать. Это молодой наш общественный деятель Александр Горенко говорил, вам нужно менять стиль, чтобы вас услышали. Бессоново? Да. Но у него психотип такой, он не может поменять, он тогда будет не он. Вот-вот. Мне кажется, что его просто или принимаешь и понимаешь, или ты его отвергаешь. Ну, вот я считаю, что такие люди... Вы знаете, вот в моей концепции вообще, я считаю, что люди, в общем понимании, не такие чуть-чуть сумасшедшие, или городские сумасшедшие, да, в журналистике, они очень важны, и в политике они очень важны, потому что они через свой вот эти уникальные свойства личности создают бренд. Ну, вот сейчас такой, мне кажется, пришел звезду Аркадий Быков, в который многие не приемлют. Да, здесь тоже был, да, у нас, хорошие были дебаты. Да, это я не видела, но просто я читала его пару-тройку материалов, я вижу, что он крайне субъективен, но тем не менее, как раз из-за этой субъективности его интересы. А деловой интерес будет, наоборот, объективно? Через множество. Да, деловой интерес, но вот как мы хотим, я еще раз говорю, что они начинали без меня это все, и я уже как подключилась позже, но есть хороший инвестор, что немаловажно, и есть команда, что тоже очень важно. Кто в команду входит? В команду входит Любовь Юрьевна Соколова, которая шла из «Аргументы и факты» при камне, Павел Владимирович Ангар. Тоже настоящий талант для телевидения, мало использованный, да, потому что такая харизма. Она вообще талант, я вообще считаю, что это лучшая журналистка впервые Пермского края, потому что при объективности, которую она выдает в своих материалах, у нее еще присутствует всегда такой же живая... То есть стиль, который не спутышно. Да, стиль, не спутышно. Как называется, перо, да? Вот перо, вот она есть. Она за что бы ни взялась, но она не за все берется, далеко не за все. У нее всегда получается интересно, вкусно, остро. Считаю, что замечательно. Вот помните, как... Главный редактор Инессы Суворова, и с Инессой мы знакомы очень давно, она очень выросла за последнее время, и, в общем-то, все вот последнее, вот эту работу, я сейчас не занимаюсь такой повседневной работой, это тащит Инесса Суворова, и она просто молодчина, она много очень делает. Я вспомнил Пьера... Александр Андреев еще, пожалуйста, хочу назвать, это... Мы сейчас продолжим, тем, кто работает, я вспомнил Пьера в «Войне и мире», когда он мечтал, что если бы я был, не я, ты же помечтал. Вот если бы сейчас у меня был инвестор, да, я бы пригласил, значит, Соколову в качестве ведущей ток-шоу. Да, кстати, это было бы супер. Соколову сейчас строят домик загородный. И Бессонова пригласил бы. Вот всех, вот всех сумасшедших я бы пригласил, в хорошем смысле. Ну, это, вот, сумасшедшие, это сейчас получается, что люди с идеей. И с какой-то позицией, с мнением, которую они отстаивают. Нет, для меня сумасшедшие, знаете, это как «Палистры не чудес». То есть здесь ты сумасшедший, иначе у тебя бы здесь не было, да? То есть настоящие журналистики сейчас те, которые не рискуют. Вот Дегтярников, например, да? Как не рискуют? Вот, я говорю, он рискует. Да, конечно. Кто не рискует, тот не в журналистике. Да, 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 да. Или, значит, называется по-другому, Дегтярников, Мазанов, Соколова, Наташа Семенова, опять же повторюсь, Люда Каргопольцева из «Звезды». Ну, в общем, есть имена пернской журналистики. Вот всех бы их собрать и на экраны, чтобы они беседовали с тем, кто им интересен, чтобы они были ведущими все. Как ни странно, пока это только вы делаете. И я, честно говоря, думала, что ваш проект продержится максимум три месяца. А оказывается, уже год, да ведь? Я помню, что вы мне первое письмо написали где-то в июле. Но нужно расширять именно в этом направлении. Это не общественное ТВ, но я так вижу, что... А я считаю, что это общественное ТВ. Бренды в журналистике или в политике должны сами, в СМИ будущего, они своими брендами, и они создают новые форматы, да. И они привлекают в свою орбиту гостей, да. И когда таких людей 10, 15, 20, получается новый канал. Вы это сделали, вы, Влад, вы, я знаю, понимаете или нет, вы это сделали. Потому что, когда я смотрю на список людей, которые у вас, мне все интересны. То есть вот эти люди, я, может быть, не прочитаю там из-за недостатка времени, но я знаю, что это там лежит, я могу это взять, посмотреть. И это мне будет интересно. Более того, это мне пригодится в работе как преподавателя в университете, так и в работе редактора или советника в деловом интересе, или там в союзе журналистов. Успехов вашему деловому интересу. Поехали дальше. Поехали. По главным вопросам в вашей жизни. Так, что там у нас вылезет? Десятый, однако. Правда ли, что самое лучшее случается в детстве, спрашивает себя Татьяна Черепанова? Да, вот я сегодня приехала от двойняшек своих, которыми ночью нянчилась, потому что ночью, да, где-то там мальчика, девочка, да, внук и внучка. И я вот сейчас на них смотрю, на эту малышню, они гораздо более здравые, у них реакция гораздо более здравая, чем у других взрослых. Я вижу, что вот им хорошо, и мне с ними хорошо. И вспоминаю свое детство, и вспоминаю свою маму, и думаю, что, да, мне кажется, что самое лучшее в детстве происходит. Потому что, во-первых, чувство защищенности, потом вера в то, что мир прекрасен и радостен, и в то, что ожидает что-то хорошее. Вот я сколько помню себя из детства, всегда жила с этим ощущением, и, кстати, иногда меня тоже это ощущение посещает. Ну, вот, например, когда я родила вторую дочку, вот это ощущение чудо было. И когда сейчас смотрю на внуков, у меня тоже ощущение чудо, вот этой радости чудо. Не то, что там продолжение рода, или там на тебя похож, а вот что какая-то необыкновенность в восприятии, и то, что я у них много учусь, и думаю, что хорошо, хорошо, что есть у кого поучиться. А философия игры для детей, для них игра и есть жизнь. Ну, да, безусловно, и я с ними много играю. А я тоже вечный ребенок в этом смысле, для меня то, что я делаю, это игра. Это для многих, да. Хотя, к сожалению, почти бесплатно, но все равно интересно. Да, ну, сколько народу притянулось, я смотрю, набрать. Вообще-то, в наше время народ ведь с деньгами расстается очень, очень-очень так. Про игру в вашей жизни что скажете? Во-первых, это всегда, да, это присутствует, и мне кажется, это добавляет какой-то интриги в жизни, интереса в жизни. И более того, даже когда ты с авторами общаешься, и даже какой-то материал заказываешь, какой-то элемент игры присутствует. То, что человек... Это игра в бисер или это другая игра? Это... Потрясающая программа на культуре, кстати, смотрите. Нет, я не смотрела. Обсуждают книжки. Ну, не смотрела. Но это очень интересно. На сайте лежит. Да, посмотрю теперь. Вот, ну, я считаю, что без игры вообще было бы скучно. На самом деле, и где возможно привнести элемент игры, надо это делать. Еще взять? Хорошо. Так. У нас хватит времени, чтобы все взять. У вас сегодня не 30 вопросов, а всего 14. 14. Помните свой последний вопрос? Нет. Какое чувство ты испытываешь, Таня Черепанова, спрашиваете вы себя, когда видишь лепестки богольника, первые зеленые лепестки на деревьях? Ну, это... Нет, уже есть. Воскресенье... Нет, я в воскресенье возвращалась от своих внуков, еще ничего не было, вот в то воскресенье. А через пару дней, смотрю, уже все есть. Я же про богольник не случайно написала. Я в детстве, папа был военный, мы переезжали с места на место, и в одном из мест мы жили недалеко от Читы. И там я в музыкальную школу ходила через сопочку такую, на сопочке рос богольник. Так вот, я хочу сказать, что это вот ощущение радости жизни, радости жизни, оно меня все равно никогда не покидало, несмотря на все, может, неприятности. Некоторые мои друзья считают, что я идеалистка, и что надо бы поскептичнее относиться и попрагматичнее к каким-то вещам. Но мне кажется, что вот это каждую весну, когда настроение сразу как-то почему-то улучшается, когда ты видишь эти листки, когда ты видишь эту зелень, когда ты радуешься тому, что тепло стало в конце концов, вот это ощущение чудо-жизни меня не покидает. Я даже думала, что я в конце это скажу, но мне кажется, что смысл этой жизни, он как раз в том, что вот сама жизнь такая, что там такая радость выпала, что мы можем это почувствовать, сказать и ощутить. Так, это, вот это какой у вас, четвертый или пятый, или пятый, или девятый? Пятый. Пятый. Часто ли ты жалеешь о сделанном Ктиану Черепанову? Вопрос самой себе. Да, бывает так, что, у меня бывает так, что я иногда поступаю импульсивно. Вот, хотя говорят, что первая эмоция самая правильная, первый импульс самый точный. Иногда я думаю, что я тороплюсь, и у меня было несколько случаев, когда я в этой импульсивности людей обижала. И вот это вот для меня, еще по жизни, мне самое страшное, это когда несправедливо обидишь другого человека, потому что такое достаточно эгоистичное чувство, потом, ну у меня так, потом самой тебе же хуже. Вот ты нечаянно обидел человека, и потом тебе самому же очень плохо, и пока ты как-то это или не приваришь, или как-то не загладишь этого, вот такое чувство. Вообще, как от этого избавиться? Потому что неизбежно люди же должны оценивать работу друг друга, да? Особенно, когда это редактор. А мы обижаемся друг на друга, да? Да, и называют редактора и обидчиком, главным обидчиком, потому что приходится, ну, много чего неприятного приходится говорить. Но с другой стороны, когда люди видят, что это не потому что ты обидеть хочешь, а потому что это или такие обстоятельства, или ты хочешь, чтобы было как лучше, тогда, ну, у меня как-то общий язык всё-таки, я находила всегда с людьми. Хотя вот говорю, что вот это вот чувство, когда ты человека обидел, потом ты от этого очень мучаешься. Как вы реагируете на тех, кто за глаза, там, про вас не очень хорошие вещи рассказывает? Хотя, я думаю, такого меньше с вами, чем с другими. Нет, такого много, на самом деле много. Ну, я просто начинаю думать, что, ну, почему этот человек сказал? Просто почему? Если я знаю, что этот человек завистливый и так не очень адекватный, так, ну, бог ему судья. А с другой стороны, я же знаю, что для меня важнее всё равно. А если он талантливый журналист, тогда что? Так тоже же бывает. И про тебя сказал плохое? Ну, так ради бога. Хотя, так нет, во-первых, с талантливыми журналистами всегда очень сложно. Вы думаете, с Львой Соколовой просто? Нет. Талантливых журналистов надо хвалить. Надо всё время говорить, какие они необыкновенные. Надо говорить, что у них материалы лучше всех. Я когда с МС сейчас разговаривала с нынешним редактором, надо же привлекать авторский актив. Она говорит, какие способы? Я говорю, ну, куда же, как в театре. Надо людей хвалить, даже надо им вестить. Даже надо повышать их самооценку, хотя у некоторых самооценка и так выше крыши. Но, в принципе, на чужой роток не натянешь платок. Пусть говорят. Или другой аспект этой проблемы, когда начинается новое дело, вот тоже общественное ТВ, да, все сразу очень ревниво начинают, как бы, вот эти инициативы робкие, да, не просто критиковать, как бы, ах, почему не я, и подозревать всё. Вы знаете, Влад, вот у меня есть очень хорошее качество, я считаю, из, может быть, не такого большого количества хороших качеств. Я, во-первых, вижу таланты других людей. Даже, можно так сказать, мой основной талант – это раскрывать таланты других людей, может быть. И я вижу больше, всегда стою на интересах дела, а не на личных интересах, за интересы дела. Может быть, поэтому в жизни как-то и получалось многое. То, что когда всё-таки люди… Сколько газет вы сделали, расскажите. Сделали, но я могу сказать, скольких я работала. Сделала, наверное, Пермские новости. Вот я сейчас, кстати, еду в Воронеж, там буду… Главным редактором. Я была там зав. отделом социально-экономических проблем. Но эту газету создавал Калих, Бажутин, Каргопольцевы в 90-м году. В 90-м году они меня позвали из «Звезды». Я туда ушла, и ни минуты не жалею об этом. Хотя в «Звезде» тоже мне работалось очень неплохо. Я хочу сказать, что вот это мы… Я не могу сказать «Я сделала». Вот мы сделали эту газету. Точно так же, как и «Деловой прикави». Это мы сделали. И Юрий Яковлев, учредитель газеты. Вот это… Его была очень интересная идея. Это всё делали вместе. Я не могу сказать, что я там была одна. Ко мне тянутся люди. Я привлекаю людей. А для того, чтобы делать газету, нужна команда, коллектив и атмосфера. А потом я работала ещё и в «Аргументах фактов» при Камье, и в «Звезде» работала, в «Первские новости» особо статья. Это 7. Дело, что должен, должно и будет, что будет. Согласен я с этим высказыванием? Да. Он так часто цитирует то, что стало уже общее место. Это банальность, но я считаю, что иногда общие места… Давайте по-другому сформулируем тогда, что… Простые истины. Простые истины. Я считаю, что иногда ты думаешь, вот это может быть, вот это может быть, тут тебе денег не хватит, тут про тебя не так скажут, тут про тебя не так подумают. Но есть какие-то моменты, когда надо принимать решение. Расскажите из вашей жизни случаи, когда именно это правило, рано или поздно, оно принесло пользу, выгоду, радость. Я хочу сказать, что мне принесло пользу, выгоду и в основном радость, потому что я последние два года ушла из аргументов и фактов при Камье, потому что стала понимать, что газета стала превращаться в какое-то заказное издание. Идет очень много… Тут идет материал от городской администрации, тут идет материал от краевой администрации, тут идет материал от Уралкалия, тут идет материал от Лукоила. А на оставшуюся маленькую площадь, мне говорят, надо же людям деньги платить, зарабатывать. На оставшуюся маленькую площадь ты ставишь материал Любы Соколовой, какой-то острый, небольшой, но это несоизмеримо с какими-то заказными материалами. Тем более, что часто люди, сейчас вот говорю, не понимают, что это материал заказной, несмотря на все наши там значки и выкрутасы. Ну и потом смотришь, вроде ты старался, вкладывал в этот продукт, ты хотел сделать вон что и вон что, а получилось, да, вон что. А обратная ситуация возможна? Когда она будет возможна, когда золотые перья, наоборот, привлекают рекламу сами? Конечно, эта ситуация возможна. И не джинсу? Ну хотя, ну хотя вот смотрите, новая газета, инвестор, Лебедев, да, есть человек, который это обкладывает, коммерсант, ведомости, это все люди, которые и зарабатывают рекламу, но в них, в эти издания идут достаточно большие внешние инвестиции. Вот тут, да, тут вопрос для меня спорный, достаточно, ну так, на размышление. То, что не всегда хорошее издание, привлекает много рекламы, хотя все об этом говорят, но я-то это видела на деле. Почему ж много рекламы идет в аргументы факта приками, и слава богу. В принципе, это невозможно, как демократия в России невозможно. И сейчас идет, ну понимаете, получается очень смешная, искаженная картинка, как будто есть вот только эти предприятия, и еще там чуть-чуть, и потом на свободное место, как затычку, ты ставишь, ну желательно острый материал. Вот из-за этого я ушла. Это мне было самое неприятное. Вот ситуация всей газеты и всей телеканала местная. Почему? Например, Пермские новости, я вам скажу. Ну туда белых вкладывается, насколько я знаю. Вот тут опять... Я их не читаю, потому что их нет в Фейсбуке, они для меня не существуют. Как нет? Они заявляли в Фейсбуке. Есть? По-моему, есть, да. Там Катя Катя Юрасова. Вообще, это может быть такой снобизм определенный, но я считаю, если у вас нет в Фейсбуке, то вас для меня не существует. Вот роль социальных сетей, она стала такой диктатором. Да, да. Но я хочу вам сказать, что кроме людей, которые сидят в социальных сетях, еще масса народа, которые там не сидят. Особенно это касается городских районных газет. Я сейчас читаю эти номинации, городские районные газеты. Сейчас почти у всех сайтов есть, безусловно. Но огромное количество народу, которые в сетях и не сидят, и что теперь их не брать во внимание. Нет, мы говорим о тех изданиях, которые привлекают именно эту целевую аудиторию. Нет, они есть. Которая мыслит, размышляет. А самое главное, если у них есть возможность в том или фейсбуке свои мнения высказывать, чтобы эти мнения потом перетекали еще в печатную версию. Должен быть обратный процесс. Как привлекать людей? Вы имеете в виду читателей привлекать? Способ автомаса привлечения читателей. Просто я считаю, что Пермские новости одна из немногих социальных изданий, одна из немногих социальных изданий, которая сохранилась. Материалы Миши Даниловича, мне сказали, я буду читать. Миша Данилович, вот вырос за последнее время очень. Игорь Корнаухов, Марина Сизова. Я слежу за этой газетой, потому что это мне родная газета, и я покупаю номера, и смотрю их сайт, и даже написала статью в этот сборник в Воронежске, куда поеду. Там у них тема, значит, региональная пресса, не хотят создать энциклопедию региональной прессы. То, что мне интересно и близко. Вот я про Пермские новости написала такой материал. Не знаю. А это с чем уже сравнивается? Новая газета? Или все-таки... Нет, конечно. Нет, новая газета, это самое острое, что может быть. И мне кажется, что временами они палку перегибают. Ну вот мое... Ну вот и социалка. Социалка, так она вся... У них политика на первом месте. Ну сейчас вот Ирину Петровскую я все время читаю в новой газете. Мы ее слушаем на Эхе Москвы по субботу. И на, да, и на Эхе Москвы. Человек с телевизора в 11 утра. Не в 11, в час у нас. По-нашему в час. Телек мы не смотрим, а передачу противоречные слушания. Я, кстати, тоже всегда слушаю, когда получается, Ирину Петровскую и Ксению Ларину. Но в этой паре я предпочитаю Ирину Петровскую. Мне кажется, она бывает более... А вы даже, кстати, на нее похожи. Вот с темпераментом и даже внешностью в чем-то. Да, ну может быть. Но слабо. А лично кто ваша орлевая модель из московской прессы? Ну вот, кстати, да. Ирина Петровская, Светлана Сорокина, Валерий Панюшкин. Панюшкин? Ой. И... Да, вы, пожалуйста, да. Давайте. Что-то не так все. Брат, а? Давайте. Один. Вопрос номер один. А кому помог ты? Не случайно вопрос на первом месте стоит у вас? Он не случайный, потому что я читала... Сейчас я читаю номинации журналистка весны. Будет журналистка весна 18-19 мая в Кунгуре. Туда съедутся лучшие журналисты всего края, печатники городских и районных газет. И я читала номинацию не так давно газетной акции. Там в этом году столько интересного. Причем, казалось бы, самые какие-то простые вещи. Ну, то, что деньги собирают на больных детей, тоже все делают. там, зверушек подкармливают, какие-то памятники восстанавливают. Чего только народ не делает. Но я-то в том разрезе, который вы задали, еще вот одно, одно, от чего мне бывает хорошо и комфортно, это когда кому-то сможешь помочь. Или словом, или публикацией, или просто какой-то поддержкой. Вот от этого жизнь становится радостнее. И в этом отчасти смысл и вот одной моей подруги, и я тоже так считаю, что если ты никому не помог, то никому не помог, скажем, за неделю хотя бы один раз, то ты, может, ничего и не сделал за это время. Ну, и чаще всего, конечно, думаешь о близких людях, потому что вот сейчас я там, может быть, дальше вопрос будет. У меня такое чувство большой вины перед моей мамой, которая 7 лет назад умерла. Вот мне кажется, что я очень многого ей, несмотря на то, что мы общались, разговаривали, вот очень многое, только сейчас начинаю понимать, многого ей не додала. Внимание, любви, может быть, просто какого-то звонка телефонного. Два. Когда нас чаще всего мучает совесть? Ну, вот это продолжение вот этого разговора, и вот о чем мы уже говорили, о том, когда ты нечаянно, ну, я про себя говорю, человека обидишь, о том, когда ты чего-то не додал. Вот я считаю, что меня совесть мучает, мне кажется, что я детям своих, своих детей мало обращала внимания, больше внимания на работу, хотя мне кажется, что и то, и другое очень важное. и когда ставят, что для тебя важнее, там, семья, дети или работа, мне кажется, это неправильная постановка вопроса, потому что для человека важно и то, что у него в семье, и то, что у него есть интересная работа, и то, что он может и заработать на этой еще интересной работе, хотя это тоже очень-очень-очень важно. Вот, и вот меня-то совесть как раз мучает, что я своим близким, со своими близкими меньше общаюсь, а сейчас я пытаюсь это как-то восполнить, вот, когда я часто бываю с внуками, у меня четверо, вот, и это мне тоже очень много дает. Шесть. Милосердие это врожденное? Вот я тоже, я написала этот вопрос, когда мы с вами разговаривали, а потом стала думать. Мне кажется, мне всегда казалось, что естественно для человека пожалеть другого человека и помочь ему. Потом я стала размышлять на эту тему, подумала, почему тогда столько много жестокости, гадостей всяческих, и стала думать, что наверное, все-таки милосердие надо и воспитывать. То есть, ну не так воспитываешь, чтобы быть, вот надо быть таким, таким. Просто должны в такой атмосфере дети расти. Когда они видят, вот у меня, например, мои двойняшки, они знаете, что делают? Они на эту дружку кусают. Вот рассердится, там, отдай мою куклу, одна, или отдай мою игрушку, подбежит и начинает кусать. Я тогда придумала такой ход, я говорю, вот кусайте, вот мишка плюшевый, кусайте мишку, а не друг друга. То, что смотри, мишка не будет плакать, потому что это игрушка, хотя они этого не понимают, а твой братик, или твоя сестричка, ей больно, он заплачет. Может, это и неправильно, но мне кажется, что вот это милосердие, оно, в нем должны расти люди, тогда будет меньше жестокости и какой-то жути, которую ты каждый день читаешь на лентах, когда там мать закопала своего ребенка или на балкон его выбросила, или когда там муж жену убил топором и так далее. Наверное, все-таки это не врожденное, а это надо выращивать. Ольга Седокова много пишет вообще про христианскую цивилизацию, про христианские ценности и про милосердие, а самое главное про служение другим, которое служение человек сам себе выбирает. Давайте мы на этом закончим, потому что у вас с собой есть книжка Седокова. Да, я книжку Влад, я вам ее принесла, чтобы ее подарить, у вас день рождения был недавно, вот, а я Ольгу узнала несколько лет назад, хотя она уже давно уже сюда приезжали были смешнявские чтения, организовывал фонд Юриатин, и в доме Мышляева она выступала, и тогда я стала читать ее книжки, и я просто хочу прочитать ее одно стихотворение, которое, может быть, и закончит нашу беседу, вот так, кстати. И это соответствует каким-то моим взглядам на жизнь. я не хочу говорить о том, что в жизни есть какой-то смысл, я думаю, что жизнь это сама смысл, смысл жизни в самой жизни, и вот Ольга Седокова как пишет в одном из своих стихотворений, называется «Смелость и милость, солнце светит на правых и неправых, и земля нигде себя не хуже. Хочешь, иди на восток, на запад, или куда тебе скажут, хочешь, дома оставайся». Смелость правит кораблями на океане великом, милость качает разум как глубокую дряхлую люльку. Кто знает смелость, знает и милость, потому что они, как сестры, смелость легче всего на свете, легче всех дел, милосердие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!